Подготовку к осенне-зимнему периоду 2014-2015 обсудили в администрации на еженедельном оперативном совещании. О промежуточных результатах доложил заместитель главы по городскому хозяйству Дмитрий Новиков. Так, уже подготовлено 14 котельных, 72 тепловых пункта. На тепловых сетях проведены гидравлические испытания. Они выполнены на 85%. Выявлено и устранено 32 серьезных повреждения. Химкинским водоканалом подготовлено 12 водозаборных узлов и 12 канализационных насосных станций. Это 86% от плана. Промыто и прочищено 24 километра водопроводных сетей. Также коммунальщики запаслись реагентами. Сдано по актам готовности 689 домов. По плану 836 домов. Также находится в графике. Комплексным планам подготовки к отопительному периоду запланировано подготовить 132 объекта социальной сферы. На всех объектах выполняются работы по замене запорно-регулирующей арматуры, ремонту трубопроводов. Все объекты оснащены приборами учета потребляемых ресурсов. Готовность объектов в социальной сфере к работе в осенне-зимний период составляет 92%. В этом году более тщательно подошли к подготовке, чем в прошлом году. Мы перевыполняем на сегодняшний день проценты по подготовке, то, что сделали сами в прошлом году, и среднеобластные, то есть мы готовимся быстрее и лучше. На совещании подвели итоги весенне-летнего призыва. Здесь химки норму выполнили и даже перевыполнили. Но процент уклоняющихся от армии все еще высок. По словам главы, это недопустимо, особенно при сегодняшней обстановке в мире. Я хочу вам всем пожелать чистого и мирного неба над головой. Однако ситуация на сегодняшний день требует особого внимания. Надо над ней задуматься. Поэтому все, кто связан с ними, мы действительно с полицией ведем большую работу, с комиссариатом военным, чтобы как-то доводить до людей эту информацию, до каждого человека. И будем продолжать эту работу делать. Попрошу всех тоже иметь в виду, что надо это в самих себе воспитывать и доводить до нашего подрастающего поколения.